По теме, поевые инвестиционные фонды подтверждают репутацию наиболее оптимального инструмента вложения для тех, кто рассчитывает на приличные доходы при средней степени риска. Финансовые итоги 2005 года вновь заставили многих задуматься, куда вложить деньги. Ощутимый уровень инфляции повысил интерес к более доходным по сравнению с банковскими депозитами направлением. Основные требования сбережения должны как минимум сохраниться с учетом инфляции. Этим запросам полностью соответствуют поевые инвестиционные фонды, которые стремительно наращивают свою популярность. О вложении средств в поевые инвестиционные фонды мы поговорим сегодня с Сергеем Хистановым, экспертом инвестиционной компании «Финанс». Здравствуйте, Сергей Александрович. Итак, скажите, пожалуйста, для непосвященных зрителей, но ваших потенциальных инвесторов, почему же не стоит вкладывать свои средства самостоятельно, а довериться профессионалам? Дело в том, что традиционные способы вложения денежных средств, банковские депозиты, иностранные валюты, за последние два года не покрывают инфляцию. Соответственно, все здравомыслящие люди задумываются о том, во что вложить средства, чтобы они как минимум не таяли от инфляции. И с этой точки зрения очень привлекательными выглядят паевые инвестиционные фонды, да и фондовый рынок в целом. Но для самостоятельного вложения средств на фондовом рынке от человека требуются, с одной стороны, специальные знания, с другой стороны, для того, чтобы сформировать сбалансированный инвестиционный портфель, требуются очень значительные средства. По сути, ПИФ – это инструмент инвестирования, объединяющий средства большого числа инвесторов для вложения их в те или иные объекты, как правило, ценные бумаги. Средствами инвесторов управляют профессионалы, которые стараются получить максимальную прибыль и в действии контролируются государством. Это своего рода гарантия для инвесторов. Безусловно, главное в ПИФе – его доходность. По этому критерию одним из лидеров рынка в прошлом году стал ПИФ «Финам-Первый», сформированный управляющей компанией «Финам-менеджмент». Его доходность за прошлый год достигла 80% годовых. То есть, если бы вы вложили в начале года 1000 долларов, то в конце его ваша сумма практически бы удвоилась. Как формируется доход пайщика ПИФа? С точки зрения того, как это фигурально происходит, происходит это благодаря тому, что цена погашения пая выше цены приобретения пая. Вот эта разница и формирует доход пайщика. Сегодня у нас очень много ПИФов в России. Вот как нам не растеряться на этом рынке и выбрать тот или иной паевой инвестиционный фонд? Выбор паевого инвестиционного фонда напрямую зависит от отношения инвестора к риску. Доходность на фондовом рынке четко связана с риском. Как правило, чем больший доход инвестор хочет получить, тем больший риск он на себя вынужден принимать. И с этой точки зрения, с точки зрения баланса между риском и доходностью, очень привлекательно выглядит ПИФ «Финам-1» под управляющей компанией «Финам-менеджмент». За прошедший год доходность этого ПИФа составила 78%. Почему я, например, должна прийти к вам в компанию и стать вашим пайщиком? Почему? Ну, основной побудительный мотив, который заставляет людей складывать в ПИФы, это все-таки доходность. Вот с этой точки зрения ПИФы под управляющей компанией «Финам-1» выглядят достаточно привлекательно. А вот я слышала, что в последнее время набирают популярность так называемые индексные ПИФы. Что это такое? Что такое индексные ПИФы? Дело в том, что для описания поведения фондового рынка широко используется биржевый индекс. Наверняка все слышали о знаменитом индексе Доу-Джонса, это индекс американского фондового рынка. У нас в России популярны другие биржевые индексы, в частности индекс РТС, он исторически раньше появился, и индекс ММВБ. И вот индексный фонд вкладывает свои активы в фондовый рынок в соответствии с теми пропорциями, с которыми эти акции входят в расчет индекса ММВБ. И вот, соответственно, в линейке ПИФов под управлением компанией «Финам-менеджмент» входит такой ПИФ, как «Финам-индекс ММВБ». Когда рынок растет, как это происходит последние полгода, скорость роста стоимости пая этого ПИФа практически соответствует скорости роста рынка. Хорошо, а вот на российском фондовом рынке какой ПИФ наиболее привлекательен сегодня? Однозначный ответ на этот вопрос дать, естественно, сложно, но паевый инвестиционный фонд «Финам-1» с точки зрения соотношения риска и доходности выглядит очень привлекательно. И что нужно сделать для того, чтобы стать пайщиком вашего фонда? Самый простой путь – это прийти по адресу Мясницкая, 26, обратиться в управляющую компанию, где имеется возможность получить подробные консультации, заполнить документы и стать пайщиком. То есть все, что мы не успели сегодня сказать нашим зрителям, они могут прийти к вам, обратиться, вы дадите полную и прочную информацию. Это самый правильный подход. Хорошо, спасибо, Сергей Александрович, успехов вам в вашем бизнесе. Спасибо.